У нас в Питере прошло мероприятие, где морги под завязочку, где мест в больницах уже нет, где тесно уже и мертвым, и живым, в музее Фаберже. В самой аристократической обстановке собрались такие бальники и больницы, то есть дамы и господа, которые всерьез называют себя современной русской аристократией. И вот их танцы на фоне дохнущего быдла были особенно эффектны. Это, естественно, все происходило без масок, в архитесном контакте, не помыв руки после очередной дамы, аристократы уединялись, чтобы спокойно поквырять в носу. И то же самое делали вот эти вот дамы в провинциальных балахонах. Все они олицетворяли дворянство, аристократию. Правда, мужчины почему-то все были наряжены в Кадырово. Они все были в Черкесках с гозырями. Да, но это вот какая-то... Действительно, это новое дворянство. Да, звездность участников заключалась исключительно в том, что некоторым из дамочек удалось в течение своей жизни какое-то время побыть замужем за известным футболистом. Но на визитках у них так прямо и написано, что вот патриоты-аристократы. Самого главного гости не дождались. И без него было очень плохо. Самый желанный гость не явился. Это чудотворец, был приглашен чудотворец в фотошопе. И без него, конечно, было тягостно, потому что все эти инстаграм-мордашки, непрошедшие корректоры кожи, брыли, пористых носов, они вот своими реальными мордасями прям в обморок укладывали даже гардеробщиц. Я уж не говорю про официантов. Но это вот был продемонстрирован градус пофигизма. Там было очень много, по-моему, гораздо больше, чем сотни аристократов. Общается, скажу по секрету, что, конечно, никогда никакой аристократии в России не было и не существовало. В России было дворянство. Само по себе словечко в высшей степени, как подметил Герцен Александр Иванович, унизительное. Если в него вслушаться, то эта двусмысленность, да, действительно есть. Он написал, что дворяне, дворовые, дворни, различия между этими понятиями столь же малы, как и между смыслом этих слов. Действительно, если там образовывались, Запад образовывал независимых от престола, независимых от трона, пусть и обязанных во время войны предоставить военную силу, пусть и платящих своему феодалу дань, но свободных людей, то здесь дворянами, дворни назывались просто люди, которые обслуживали двор, прислуживали во дворе дворовые люди, очень богатого и влиятельного человека. То есть, это вот в Питере произошел такой пробег позолоченных запорожцев, которые, как выясняется, не боятся ковида. И понятно, что, возможно, с каждым из этих аристократов ковид потом побеседует отдельно, интимно и убедительно, превратив часть белой сказки в белые тапочки. Единственное, что меня здесь смущает, это гардеробщицы, официанты, охранники и другие люди, Да, их, конечно, жалко, они не лезут в аристократы, но, тем не менее, они вынуждены были это обслуживать.